Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Как подтолкнуть мужчину к тому, чтобы он раскрылся мне и рассказал о своих чувствах? Заранее спасибо. Ну, на мой взгляд, вопрос поставлен некорректно, потому что, по крайней мере, я считаю, что подталкивать к чему бы то ни было людей, совсем не лучшая позиция, совсем не лучшая стратегия, как бы, ну, поведенческая. Потому что недалеко, как бы, так отойти. И до манипуляции, что, собственно, является насилием над личностью. Вот, на мой взгляд. В первую очередь, к вам нужно ответить себе на вопрос, да, зачем это мне? Зачем мне, чтобы человек, вот, ну, раскрывался. И лично мне это зачем? Вот, вот. То есть я об этом, вот, чего хочу я об этом, как заинтересованном. Вот, это первое, у нас нужно обратить внимание. Второе, это, собственно, вопрос, связанный с тем, чего мужчина хочет. Какие люди ему импонируют, с какими людьми ему проще и легче раскрываться, вот. То есть согласитесь, что, чтобы человек доверился, например, вам, да, нужно, ну, вести себя определенным образом, чтобы человек доверился вам. Вот, нужно вести себя определенным образом, для этого нужно понять, как, как себя нужно, вот, в этой ситуации вести, что нужно делать. Так? Вот. То есть нужно изучить психологический портрет хотя бы мужчины. Вот. Чтобы понимать вообще вот, что ему нужно, да, там, и так далее. Сейчас ничего в этом нет, только вот есть там, условно говоря, ваше предположение о том, что мужчина может там бояться рассказывать вам о чувствах. Я не могу не задать этот вопрос, почему вы решили, что он вообще хочет вам рассказывать о своих чувствах? Почему вы вообще решили, что у него есть чувство, и это чувство есть к вам? Понимаете, то есть как бы понятно, что вы знаете этого человек. И понятно, что вам кажется это очевидным, что у него есть камнищество, например. Но, допустим, я, к примеру, видел довольно приличное количество случаев, да, когда люди выдавали, как бы, ну, желаемое, да, действительно. Вот. И ничего хорошего этого в общем и целом не получалось. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы такой же ошибки не совершите, как минимум. И, может быть, прежде чем, ну, надеяться, что человек вам расскажет о своих чувствах, может быть, попробовать ему рассказать о своих, вот, тогда в ответ человеку будет проще. Вот. Ну, повторюсь, как бы, вот, те вопросы, которые я задавал, они могут показаться, конечно, довольно циничными, это правда, но все вопросы, они остаются актуальными. Вот. Вот. Записки, как бы, как-бы, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Необходимо подтвердить то, что вы видите, ВОТ. А-а-а-а, ну, реальный мир, да, то, что вы видите реальный мир и реальных людей, такими, как я и есть. То, что вы себя не обманываете, то, что вы не выдаёте, а желаемое за действительность. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Себе разобраться. Надеюсь, что вам мой ответ даст пищу для размышлений. Я буду вам благодарен обманываю. Себе разобраться. По моему ответу даст пищу для размышлений. Работу над собой. Работу над собой в первую очередь нужно для того, чтобы сформулировать проблематику, да, сформулировать дальние шаги, которые вы можете сделать, если хотите. Например, начать психотерапию и так далее. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи, обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Продолжение следует...